Поселение Луневское вошло в состав Хима год назад. Формат выездных встреч с администрацией у жителей новых территорий особенно востребован. Так на прием главе Химы к Дмитрию Волошину обратилась инициативная группа деревни Исакова. Обратились мы с вопросом территории памятника, чтобы огородить его от парковки таксистов и установки шлагбаума. Проблема ни сегодняшнего, ни вчерашнего дня. Еще пытались решить при Солнечногорске. У нас таксисты атакуют нашу деревню, паркуются везде. Уже в ближайшее время проблему начнут решать. Абсолютно точно нужно что-то решить или повернуть. Понять, насколько у нас есть для этого нормативное правооснование. Либо убрать забор. И здесь вообще понять мойка, водостолк и все, что с этим связано. Провести полную комплексную проверку и этот вопрос решить. Это первое, это архиважно, потому что этого быть не должно. Екатерина и Михаил на выездной администрации впервые признаются результатом встречи более чем довольны. Очень хороший формат, живое общение, живые проблемы распождаемые и решаются сразу. Очень удобно. Обратился на прием главе городского округа и Андрей Калашников. Он председатель совета сразу нескольких улиц в поселке Лунево. На территории нашего поселка, рядом с непосредственной близостью с частным сектором, малоэтажное строительство построили автомобильную газовую заправочную станцию. На данный момент ее вроде как еще не ввели в эксплуатацию, но грузовики туда постоянно ездят круглосуточно. Крупногабаритные машины развивают дороги. Более того, шум от большегрузов доставляет жителям дискомфорт. Дмитрий Волошин поручил начать проверку по данной проблеме, а именно разобраться, законно ли построена газозаправочная станция. Также глава Химок предложил жителям огородить территорию этого жилого массива. Мы вас поняли, взяли, мы вам поможем. Дмитрий, вы себя решите, чтобы люди вас поддержали собрание провести. Хорошо. И все, скажите, давайте закроем, мы вам поможем с документами. Такой диалог населения и власти позволяет из первых уст узнать о том, что беспокоит жителей. И главное, оперативно найти решение проблем. У нас на территории, как говорится, сарафанное радио работает, и люди очень с удовольствием идут на такие приемы. Готовятся к ней, потому что действительно доехать до Химок, это для нас проблематично. А здесь все специалисты на местах, вопросы решаются иногда мгновенно. Жительница деревни Мышецкая пришла на выездную администрацию, чтобы рассказать о проблеме с наружным освещением в своем населенном пункте, а точнее, с его отсутствием. По ее словам, порой приходится ходить по улице с фонариком. Насущный действительно вопрос. У нас темно по ночам, по вечерам. Хотелось бы, конечно, организовать, чтобы было организовано наружное освещение. Записали вопрос, пообещали подъехать, посмотреть на месте, разобраться. Это уже не первая в этом году выездная администрация в Лунево. Всего с начала года представители власти Химок провели 16 таких встреч с жителями разных микрорайонов. Просто у жителей больше желания общаться и говорить об этом. То есть, ну, поэтому мы больше видим, больше слышим, соответственно, больше делаем. В основном частный сектор беспокоит дороги. Вот, чистка дорог в зимний период, то есть ямочный ремонт, освещение улиц. То есть, вот в основном такие вопросы. Выездную администрацию в городском округе проводят еженедельно. Следующая встреча пройдет 25 апреля в Подресково. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.